9 октября Православная Церковь чтит День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Для Международной академической школы Одесса, в которой дети получают не только европейское образование, но и духовное развитие, это знаковая дата. При школе будущего построен храм в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Год назад новый храм осветил предстоятель Украинской Православной Церкви, митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом. За это время храм обрел прихожан. Многие одесситы посетили престольный праздник храма Иоанна Богослова. По случаю праздника по окончании богослужения прихожан ожидал концерт и угощение, а также подарки для самых маленьких одесситов. Подробнее о праздновании далее в сюжете репортера. 9 октября в храме Иоанна Богослова, который функционирует на базе Международной академической школы Одесса, с самого утра царила праздничная атмосфера. Все потому, что именно в этот день православная церковь чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В 2020 году наша страна получила образцовое учебное заведение, ориентированное на духовное воспитание детей. Первая божественная литургия в храме Иоанна Богослова была совершена ровно год назад. Это было историческое событие для всех православных Одесского региона. Предстоятель Украинской православной церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий специально прибыл в Одессу, чтобы вместе с митрополитом Одесским и Измаильским агафангелом осветить храм Иоанна Богослова и благословить школу будущего. Сегодня Международная академическая школа Одесса и храм Иоанна Богослова предстали уже во всей своей красе. Вы знаете, это историческое событие. Все жители не только Одессы, но и в целом православные помнят этот день. И сегодня этот храм работает. Исторически закреплена одна-вторая табличка, что было год назад. Это, наверное, о многом говорит, что Одесса православный город, Одесса христианский город. Одесситы могут гордиться, что мы первые предложили такой проект, и он реализован. Вот сейчас ведется строительство храма, заканчиваем через год, дай Бог. Мы его будем тоже освящать Сергею Радонежского, покровителя всех учащихся. И завершится полностью все то, что мы наметили много лет назад. Ровно год назад нашу школу посетил митрополит Киевский всей Украины Ануфрий. Им был освящен храм, который находится в нашей школе Иоанна Богослова. И вот сегодня, 9 октября, мы отмечаем этот храмовый праздник в нашей школе. Пришли наши детки вместе с родителями. Это очень здорово. Президент нашей школы и основатель Сергей Васильевич Кивалов уделяет большое внимание духовному развитию наших детей. И мы считаем, что храм науки и храм образования, каким является наша школа, это неразделимые понятия для нас. В нашей школе и впредь будет уделяться большое внимание духовному развитию детей, прививать им семейные ценности, любовь, дружба. Эти понятия тоже неразделимы. И в такой замечательный день мы поздравляем всех с праздником. Тогда, год назад, храм не мог вместить всех прихожан, которые посетили праздник в честь Иоанна Богослова. Большинство желающих могли наблюдать за чином великого освящения в прямом эфире. Трансляция велась через большие экраны, установленные прямо во дворе школы. После литургии предстоятель Украинской Православной Церкви поздравил прихожан с праздником и рассказал о жизни Иоанна Богослова. Митрополит Киевский и всея Украины поблагодарил за труды всех участников строительства храма и отметил наградами Украинской Православной Церкви. Затем Блаженнейший Ануфрий осветил помещение Международной Академической Школы Одесса, которое насчитывает 22 тысячи квадратных метров. И высоко оценил современную инфраструктуру, которая была возведена буквально с нуля. Храм Иоанна Богослова достаточно молодой. В прошлом году у нас было освящение, которое возглавил Блаженнейший Митрополит Ануфрий Сонми Архиереев, был наш правящий Владыка Митрополита Гафангел. И сегодня первый год, первый год, когда мы уже подошли к какому-то рубежу, можем подводить какие-то итоги. И очень отрадно, что люди уже полюбили этот храм. Они приходят на регулярное богослужение, много детей, много учеников из школы, которые тоже спешат зайти, помолиться, поставить свечечку, приложиться к иконочке. И это не может не радовать. Учащиеся Международной Академической Школы Одесса при желании могут посещать факультативы и слушать лекции по истории религии, а также изучать христианскую этику. Духовные знания сегодня очень важны для подрастающего поколения. Они способствуют воспитанию в детях таких важных качеств, как сострадание, доброта и любовь к ближнему. Дети приходят на занятия, хотя это и факультатив, но ни разу не было, чтобы никто не пришел на занятия. Абсолютное большинство детей ходят сюда, в храм, и они интересуются. Больше того, хочу вам сказать, что наши первоклассники, начальная школа особенно, приглашает своих родителей. Я видел, был свидетелем того, что родители приходят вместе с детьми, и по приглашению своих детей приходят в храм Иоанна Богослова. Я считаю, что это очень важно. Мне нравится закон Божий, логика рисования. А почему? Что это? Статья привлекает. Интересное занятие. Спасибо. Мне тоже закон Божий, логика рисования. Мне привлекает то, что в это рисование, мне нравится рисовать, но иногда бывает, но редко я рисую. Ну и вот это, а логика, то, что там мне нравится. Я отгадала одну загадку, она мне всех плавала, очень понравилась. А закон Божий там очень интересный. Восьмой класс, это сейчас первый набор в школе. У нас, получается, параллель наша есть. И все, это получается А и Б класс. Я в этой школе первый год, меня до этого не было. Но я скажу, что мне очень нравится учиться в этой школе. У нас попался очень хороший и добрый класс. Мы все очень дружные. У нас христианская этика проходит по пятницам. У нас идет история Одессы и христианская этика. Есть еще христианская этика, плавание и финансовая грамотность. То есть не во всех школах такие уроки есть. По завершении праздничной службы во дворе Международной академической школы Одесса всех прихожан ожидали угощения, а также концерт, который подготовили ученики школы будущего и талантливая молодежь нашего города. Я люблю на звезды глядя, думать и мечтать. И потом в своей тетради небо рисовать. Рисовать в просторе бескрайную стежку, в поле ржи. И хочу постигнуть тайну, что такое жизнь. Песня. 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 Бога, апостол любви. И с каждой службой, с каждой литургией, с каждым аккастом, приходя сюда, я могу вам сказать, что я ощущала прикосновение его к своему сердцу. Батюшка уже вот рассказывал о том, что апостол Иоанн был любимым учеником Иисуса Христа. Он был молод, но он был чист, чист душой, чист сердцем. И он очень любил своего учителя. Он любил своего учителя и он любил всех людей. Он любил Бога, любил людей. И он это проповедовал. Поэтому его называют апостолом любви. Считается, что детям нужны точные гуманитарные науки, но не меньше. Часто нужно понимание, как быть человеком в современном мире, полным соблазнов, непростом и даже такие, кажется, простые базовые вещи, как там, любовь, дружба, верность, преданность, доверие, прощение. Это вещи, которым не учат в обычных школах, как правило. Поэтому воскресная школа может многое дать детям. Одесса вообще на сегодняшний день является одним из таких православных центров Украины. У нас очень много храмов, несколько монастырей. Господин Кивалов, я считаю, сделает большое дело, помогая вот в этом всем. Благодаря ему наш храм появился. Пусть Господь даст ему сил и возможности дальше творить благое дело. За столь непродолжительное время храм Иоанна Богослова очень полюбился одесситам. Сегодня это один из центров духовности, который объединяет православных верующих и выполняет важную миссию по воспитанию подрастающего поколения, которая чтит православные традиции и имеет правильные духовные ориентиры. Я искренне поздравляю всех прихожан, всех одесситов с нашим светлым праздником. Праздник Иоанна Богослова. Пусть вы будете все здоровы, счастливы. Я хочу, чтобы в ваших семьях, в ваших домах всегда был мир, добро, уют и благополучие. С праздником вас, дорогие друзья!